здравствуйте приветствую вас в 25 уроке видеокурса настройка сложного шаблона лендинг пейдж от а до я мы продолжаем с вами разбирать дополнение от шаблона актив up и следующее значит вы также переходите на дыма сайт данного шаблона мы с вами прошли круглый прогресс бар и следующая вкладка у нас переводится как тут липкий это можно перевести как стикер или плавающее меню я вообще еще не встречал шаблоны чтобы они предоставляли в качестве каких-то дополнений вот такого плана меню сейчас смотрите я покручиваю вниз у нас появляется значит вот такое вот меню то есть соответственно это полностью управляемые мы здесь пишем любые названия кнопочек например это вот эта полоска меню мы прикрепим к верхушке сайта чтобы было вот как вот здесь вот написано видео вместо вот этого и смотрите что происходит если я прокручу еще дальше смотрите справа выскакивает вот такая штука то есть это просто здесь демо нам показывают все возможности а нам придется выбрать или или ну конечно можно и то и другое но я считаю этот принцип тут один либо так либо так я бы сделал вот этот сбоку вообще хорошая вещь то есть это просто можно сделать как бы меню те же самые ссылки например которые у вас будут в меню наверху и например чтоб человек всегда видел этот блок до сбоку в этом уроке мы научимся с вами вот такую вещь редактировать и внедрять на свои проекты то есть по сути это будут у нас якоря если мы кликаем у нас будет перематываться верхняя наверх это будет перематываться до нужного места где нам нужно и соответственно это еще ниже и эти аналогично работают также сразу первое что нужно сделать вы находитесь на этой странице вот где написано разметка аккуратненько целиком не оставляет тут ничего нам нужно весь этот код скопировать обратите внимание здесь есть ползунок убедитесь в том что вы скопировали все это и есть весь готовый код вот такого плавающего меню мы его будем редактировать мы его копируем переходим значит наш рабочий сайт создаем в менеджер модулей обычный html код модуль а позиция в принципе не важно я выбрал а dv1 заголовок скрыл опубликовал все то есть просто здесь через html вставляем данный код окей и смотрите какая ситуация его выбрал на странице аддона сейчас я сохранюсь так как у меня страница маленькая у меня здесь только барда видите я не могу увидеть это меню поскольку нужно сделать страницу длиннее вниз это конечно же я вас научу когда появляется меню когда вам это нужно можно сделать чтобы она сразу появлялась как только чуть-чуть ползунок прокрутился вниз да но пока мы тренируемся нам нужно длина страницы я могу просто вот так вот сделать да кстати обратите внимание я сейчас пока разговаривал сам заговорился у меня страница была переведена на русский обязательно так не делать нужно перевести обратно на английский язык иначе у вас ничего не получится и уже скопировать данный код без всякого перевода значит это я все удаляю смотрите я делаю оступ ставлю например единицу вот у нас единица ставлю курсор перед ней и просто enter держу чтобы увеличить страницу мы потом уничтожим этот лишний код весь я просто страницу сделал длиннее за счет тгп вот теперь видно ползунок маленький у нас и смотрите я прокручиваю ведь у нас меню выскочила и выскочил от это боковой то есть она у нас уже работает нам осталось его только разобрать для начала мы уберем вот этот вот подсказку вот с этим вот этой полоска белый да это сделаем мы в первую очередь смотрите если вам нужно удалить просто вот этот текст то вы значит в коде он вот он смотрите я просто удаляю ок сохранить обновляемся у нас выезжает просто это полоска белая уже без текста вы это видите соответственно а вот этот кусочек кода это и есть наш вот эта верхняя полоска она нам ни к чему это просто подсказка нам вот нижнюю полоску нужно будет поднять на ее место то есть это уже будет как бы меню мы можем его потом продублировать вот это наше меню чтобы вы наверное видели многих сайтов да вот когда крутишь страницу вниз появляется меню вот так вот шапки сайты она всегда висит то есть ее всегда видно начинаете вот этот код мы удаляем и давайте посмотрим правильно ли я все сделал вот вы видите сейчас полоски больше той нет все мы избавились от той полоски теперь наша задача вот это меню чтобы было вверху до разместить его там посмотрите от макушки то есть от верха браузера до этого меню это 120 пикселей смотрите в коде на самом верху вот это видите есть очень просто вы просто здесь составляете 0 если хотите чтобы меню было прилеплено к верхушке браузера если вам нужно еще ниже соответственно здесь вы увеличиваете больше чем 120 до когда появляется она если нужно меньше или больше это параметр следующий 400 вот я сейчас поставлю 1700 смотрите окей сохранить обновляемся смотрите видите я уже как далеко вниз прокрутил и его еще нет потому что я увеличил туда значение 400 на 1700 у нас вот это меню уже вылетела а того еще не видно смотреть а кручу 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 вот она у нас появилась и она прилеплена к шапке сайта обалденно смотрится как настоящее меню да вот в общем вы теперь понимаете как сделать когда это все здесь управляется смотрите как увеличить количество менюшек то есть видно у нас их тут три раз два go back up это у нас наверх прокрутить go to scroll это страница 1 например или якорь и страница 2 увеличивать страницы неограниченное количество можно просто вот так скопировать целиком строчку вот таким образом вставить после того как вы вставили здесь строчку здесь вы также меняете название и и обязательно вот здесь вот меняете scroll например 3 потому что это будет якорь для вашего следующего места куда вам нужно будет прокрутить и соответственно неограниченное количество таких вот ссылок можно увеличить я сейчас переименую вот это все на русский язык а а пока поставлю на паузу вот смотрите я прописал страницы 2 страница 3 и страница давайте посмотрим вот видите да у нас все получается наверх у нас уже работает видите наверх у нас уже прокручивает у нас не работает цели страницы сейчас мы назначим якоря для них видите тут принципе вообще абсолютно не сложно сейчас вы только посмотрите как якорь и оставляю мы с вами уже делали якорь когда я делал у нас здесь абсолютно аналогичным образом вставляется сейчас я вам продемонстрирую опять можете открыть дополнительные материалы и тут будет текст документ якорь ну вы уже с ним работали значит открываем тот же самый див мы копируем здесь вот эту строчку смотрите будем прописывать для первой страницы до нам потом потребуется вот это слово прямо здесь в коде чтобы было куда прокрутить вот помните я ппп тут наделал где-нибудь внизу не слишком низко где-нибудь чтобы туда еще поместил вторая и третья прям между п вот так вот ведь как я вставляем вот и мы делаем для первой страницы значит мы у нее копируем вот это вот слово аккуратненько скрол 1 то есть здесь любое английское слово его здесь в принципе его не будет видно смотрите кликаем между кавычек и вот так вот вставляем чтобы видно куда была прокрутка здесь напишу 2 не c1 окей сохраняемся и обновляемся смотрите я обновил страницу чуть-чуть прокручиваю вниз видно вот наш текст до смотрите мы прописали вот к этой странице что перематывал нам вот сюда смотрите об прокрутил кстати на него работают сразу и вот этот вот вот это меню потому что там одинаковый якорь вот если я сейчас совсем ниже прокручу смотрите страница прокрутился вот к этому моменту еще раз морем гол то скролл один это все потому что у него одинаковый якоря думаю вам здесь понятно давайте сделаем еще раз уже для второй страницы также значит копируем такой вот div и давайте куда-нибудь ниже поместим прокручиваем вверх и индификатор мы берем для второй страницы берем вот этот вот скролл 2 я надеюсь вам понятно да как увеличивать страницы да то есть целиком вот эту строчку нам придется еще раз дублики дублировать и потом обязательно здесь менять якорь и потом менять соответственно здесь название ссылки и потом добавлять к ней уже вот этот div также смотрите я вставляю между кавычек скролл 2 все у нас будет работать и третью я сейчас делаю без вас вы сейчас должны попробовать сделать без моей помощи для вот этой третьей странице я пока поставлю на паузу итак я прописал для третьей страницы и смотрите как у нас все хорошо получается смотрите страница 1 страница 2 вот покрутил страница 3 у нас все замечательно работает также здесь вот у этого бокового меню когда мы прокручиваем и доходим до на до нужных дон до нужных якорей у нас еще переключается так симпатичных красный кругляшок смотрите пау пау видно переключается вот в принципе здесь все вот с этим меню добавлять страницы вы уже сможете и якоря сможете то есть это могут быть статьи модуля различный ваш html с текстом и прям внутрь текста внедряете див все куда вам нужно прокрутить страницу вот и все кнопка наверх уже работает теперь смотрим вот этот блок смотреть вот я выделил начинает он здесь открывается див класс и заканчивается див див я сейчас его вырежу что вам показать что без него можно обойтись обновляю страницу смотрите я прокручиваю это меню есть а боковой мы убрали ведь его нет его просто нет здесь у нас все работает прокручивает так давайте вернем его на место смотрите здесь то же самое вы наверное уже сможете догадаться вот это у нас отступ от верха можно также прилепить его к верхушке браузера и соответственно следующие 550 меняете это когда появится да вот то есть аналогичная строчка вот это у нас принципе она сейчас стоит нормально по умолчанию мне нравится поэтому я менять ничего не буду так же здесь слайд можно попробовать другой эффект у нас там два эффекта до вот и здесь то же самое смотрите вот эти три менюшечки просто сейчас переименуем также как и верхняя кнопка наверх страница 1 только здесь их две у нас они три страницы и страница 2 то есть тут аналогично вы добавляете страницы вот копирую строчку и добавляете ее как я уже демонстрировал смотрите она уже прокручивает нам на нужные места потому что у нее те же якоря скролл 1 скролл 2 здесь я не вижу смысла объяснять здесь просто если нужно меняете значит название якоря здесь меняете а потом когда добавляете уже про куда прокручивать вот в этот див да не забываем здесь поставить а тот же идентичный якорь который вы выбрали например здесь окей сохранить я заменил слова сейчас как вы видели у нас теперь здесь все по-русски наверх прокручивать наверх страница здесь уже прокручивает страница 2 также у нас видно да вот здесь прокручивает так что пользуйтесь вообще богатый шаблон мне он самому очень нравится как я уже говорил я таких вот таких возможностей чтобы добавить вот через какой-то аддон или шорткод встроенный в шаблон я еще не видел таких шаблонов надеюсь урок был для вас полезен а мы увидимся в следующем а а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok